Привет всем! В северно-западной части Польши на реке Одра расположен административный центр западно-поморского воеводства город-красавец Щецин. Щецин это седьмой по величине город Польши с населением около 400 тысяч человек. Первые упоминания о Щецине татируются седьмым веком, поэтому город имеет богатейшую историю. В разные годы Щецин принадлежал и Швеции и Германии, кстати именно в этом городе родилась прусская принцесса София Августа Фредерика Ангальд-Сербская, которая вошла в историю как русская империатрица Екатерина Великая. Большой популярностью у жителей и гостей города пользуется бульвар Валыхробрего, с которого чудесно просматривается Одра. Валыхробрего достигают 19 метров в высоту и имеют около 500 метров в длину. Своим названием бульвар обязан сыну легендарного польского князя Мишко-Першего Болеславу Першему, который получил прозвище «Храбрый». Неподалеку от Валов-Хробрего находится национальный музей, в котором выставлены произведения маринистов, расположены археологические, природоведческие отделы, размещена коллекция нумизматики и многое другое. Сейчас мы видим здание «Ужин до воеводства» административного здания, где кроме всего прочего происходит процедура легализации иностранцев, желающих остаться в Щеции. Сейчас мы приближаемся к замку поморских князей Ксенжак Поморский. После восстановления здания, пострадавшего во время Второй мировой войны, его было решено превратить в центр искусства и культуры. Большой интерес представляет колокольня замка старинными часами 16 века. На территории замка находится картинная галерея и выставка скульптур. Сейчас мы видим статую, которую автор назвал «Конец войне». Это статуя Минотавра. Название этих скульптур пусть вам подскажет ваше богатое воображение. Выходим с замка и направляемся в сторону старой ратуши. Старая или в оригинале старомейска ратуша была заложена в 15 веке. Выполняла свои функции вплоть до 19 века. В наше время здесь музей истории исчезает. В двух шагах от старой ратуши находится Сенная рыночная площадь – Рынок Сенный. Сейчас мы находимся на одной из центральных улиц Щецена – Аллея Неподлеглости. Городские легенды утверждают, что с этого балкона во время оккупации Щецена выступал сам Адольф Гитл. Аллея Неподлеглости приводит нас к браме Портовой. Портовые ворота были возведены в стиле барокко в 1727 году и являются одними из двух городских ворот, сохранившихся от старой русской крепости. Чуть позже мы увидим вторые сохранившиеся ворота – Королевские ворота. В Щецене множество всевозможных сквериков и парков. Иногда в тени деревьев можно увидеть вот такие интересные скульптуры. Как оказалось, такой способ был увековечен польский антрополог Ян Чекановский, который помимо всего с 1934 по 1936 год был ректором Львовского университета. Сейчас мы видим фонтан Белого Орла, находящийся на одноименной площади. К сожалению, в этот день фонтан не функционировал. Это здание городской филармонии. Кстати, в 2015 году новое здание филармонии было удостоено премии Европейского Союза за современную архитектуру. Сейчас на втором плане мы видим королевские ворота на переднем Зекар Слонечный – солнечные часы. Кстати, наручные часы показывали без 15 минут 11. Над шумной суетой современного города величественно возвышается собор Святого Якуба Апостола. Собор был построен в 1187 году на месте деревянной часовни. В 1894 году был установлен 119-метровый шпиль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Из исторической части города переносимся в один из спальных районов считаемых Слонечный, Солнечный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...